Всех приветствую, с вами Павел Цабуруев и мы продолжаем работать над нашим треком. Сегодня я расскажу про эквализацию. Для того, чтобы избавить вас от мучительно долгого наблюдения за тем, что я буду делать, как я буду искать полосы, настройки их и так далее, я уже эквализацию провёл. И здесь внизу вы можете наблюдать два трека, две дорожки. Одна называется с-эквализация, другая называется без-эквализация. То есть я эквализовал каждый из инструментов, который входит в нашу анонжировку, определенным образом. И, соответственно, сделал два баунса, две дорожки, как это звучит, без-эквализация и с-эквализацией этих инструментов. Давайте послушаем и после этого я объясню, что же там, собственно говоря, было сделано. Поехали. Это без-эквализация. А теперь с-эквализацией. На мой взгляд, первое, что бросается в глаза сразу, это большая разборчивость микса. То есть в первую очередь можете послушать, потом отмотаете назад и послушаете. Разница в восприятии, например, ритм-гитар. Ритм-гитар на одном уровне, но без эквализации они слышны хуже, а с эквализацией они слышны лучше. Они просто-напросто, их как будто бы стало больше. При этом они не забивают остальные инструменты. Обратите внимание, то есть инструменты, скажем так, с одной стороны более дифференцированы друг относительно друга. То есть мы чётко слышим, вот он звук бочки, вот он звук малого, вот она гитара, вот они скрипки, вот она соло-гитара и так далее. А с другой стороны они всё-таки все звучат в одном каком-то общем таком миксе. Давайте посмотрим сейчас на, собственно, характеристику частотную нашего микса. Я прям как спектроанализатор буду пользоваться FAP-фильтр ProQ2. Вот без эквализации всё это дело выглядит так. То есть, как видите, микс уже достаточно ровный по частоткам. Наверное, это свидетельство того, что мы достаточно правильно всё сделали по аранжировке. То есть нет каких-то очевидных выпирающих кусков или просаженных частей спектра. Вот так выглядит с эквализацией. Как видите, немного приподнялась вот эта верхняя середина. В первую очередь это произошло из-за соло-гитары, она вылезла на первый план у нас. Давайте посмотрим теперь, что же было, собственно говоря, сделано в миксе. Итак, поехали, по очереди. Бочка. Эквализация на бочке выглядит следующим образом. Здесь стоит FAP-фильтр, которым я фактически подрезал только две области частот. Первая, это вот эта ватная середина. Почему, кстати говоря, почему я пользуюсь FAP-фильтром? Это, на самом деле, мой любимый эквалайзер цифровой. Пользуюсь я им потому, что он одновременно включает в себя, во-первых, спектроанализатор. То есть нам видно, что происходит по спектру. Это раз. Во-вторых, он имеет такую мега-фичу, как прослушивание той области частот, с которой мы работаем. То есть, например, что мы вырезаем здесь? Мы вырезаем вот этот вот картон. Что мы вырезаем здесь? Мы вырезаем немного неприятный вот этот щелчок. То есть, его у нас и так много здесь будет. Он у нас полезет из оверхедов, из комнаты, и его само по себе. Здесь такая очень верхастая бочка. Если на то пошло, если вы захотите свести немного по-другому, можно просто вот эту область подрезать немного, но самый-самый верхний верх у бочки, наоборот, его дать побольше. Это ради бога, то здесь дело вкуса. То есть, фактически мы получаем стандартную характеристику бочки, как многие делают ее. То есть, вот у нас тело бочки, основная, центральная, да, где-то частота, где она лупит по низам, и некая область частот, где находится пластик, звук ее атаки непосредственно, да. Вот мы их оставляем, остальные мы немножечко просто подрезали. Итак, вот так было то. Так стало после. Чисто субъективно прибавляется количество низа, хотя низ остался на том же самом уровне. Его стало субъективно больше, потому что мы вырезали вот этот вот картон. И немножечко бочка стала тоже по ощущениям плотнее, потому что исчезла вот эта сыпящая такая верхняя область частот. Малый барабан. Тот же самый фабфильдер ProQ2. Было так. Стало так. Собственно, его я достаточно так демократично эквализовал, как вы видите, то есть на 2,5 дБ я поднял 195 Гц, что это за частота? Это его тело, основной звук его, да. Здесь я прибрал такой немножко кастрюльный звук вот этого малого, то есть немножко я его просадил, и слегка-слегка, буквально на децибел хайдшелфом прибрал. Тоже вот этот вот сыпящий верх. Сыпящий верх в том числе я прибрал из-за того, что его будет достаточно много из оверхедов, из комнаты, и чтобы немного освободить его под железо, под наши тарелки, наш хэт и так далее. Что сделано с хэтом? С хэтом там практически ничего толком и не сделано. То есть, опять же, я лоу-шелфом. Вот эту вот палочку, палочку вот эту вот, да, такую деревяшку немного прибрал на 3 дБ, там ее не так много изначально, и, собственно, прибрал я ее достаточно щадящим образом. То есть здесь у нас 12 дБ на октаву, до ворота все единицы. Очень мягкий срез. И чуть-чуть на 2,7 дБ приподнял 9 кГц. Причем, обратите внимание, что я сделал это пиком, не хай-шелфом. Потому что верх-неверх, опять же, он немного ядовитый такой получается. Дальше, тома. Третий том. То же самое здесь фаб-фильтр ProQ2. Что мы сделали здесь? Убрали вот эту вот вату. И дал я здесь, у него очень мало было изначально атаки, вот такой вот жесткой, верхастой, плотной атаки. То есть, как видите, я просто нашел звук пластика, грубо говоря, звук вот непосредственно удара, и его прибавил. Вот так было до. Так стал после. То есть, как видите, он пробивать стал намного, конечно, громче, намного сильнее. Это не всегда бывает нужно, но вот под данный микс, на мой взгляд, это необходимо было, поэтому я так и сделал. Четвертый том. Ровно то же самое, разумеется, немного другие настройки, потому что здесь фаб-фильтр находится вот тут. Она просажена на почти 3 диза бела. Здесь. Вот она. Вот он, пластик. И здесь я вырезал немного такую сыпящую тоже верхнюю частоту, которая мне показалась очень неприятной. И в итоге до обработки том звучал так. После обработки он, конечно, стал звучать плотнее. Есть. Крэши. Вот здесь очень интересный момент. У нас получилось так, что у нас дорожка... Все крэши сведены были в одну дорожку. И я их искусственно просто взял вот так вот и вырезал. Да, то есть один крэш я положил сюда на крэш один. Другой крэш я передвинул на, собственно, дорожку крэш два. Под названием дорожки. Под названием крэш два. Собственно, мы когда будем заниматься панорамированием, это тоже будет иметь свой смысл. Что я сделал, значит, по крэшам. Да, я, по сути дела, ничего. Я порезал, как в самом начале было, низ вот этот вот до 330 Гц. Причем это low-cut. То есть там ничего нету. И дал немного high-shelf, 4 дцб на 13,5 Гц. Тут достаточно мягко. То есть у меня добротность 0,3. Это очень такая плавненькая обработка. И в результате, значит, было до. Сло после. Она просто добавилась вот эта вот такая бриллиантовость этому крэшу. И все, мне больше я не захотел ничего с ним делать. Второй крэш, в общем-то, аналогично. Немного другие настройки. Здесь больше вырезан низ, которого нету, который не слышен. И я подрезал вот это вот. Очень, очень, очень. Вот это вот шипело у него. Мне показалось, что это лишнее. Я его, разумеется, убрал. И чуть больше дал верха от 12 Гц. То есть мне показалось, что он немножечко более тусклый. Поэтому до обработки он звучал так. После обработки он стал, разумеется, светлее намного. Окей. Оверхеды. Оверхеды были обработаны следующим макаром. Всего лишь здесь срезан на низкую середину. Ну, там, лоу-шелф от 1000 Гц ниже на минус 4 дизобел. Основная задача, на самом деле, был убрать. Не убрать, не то, что убрать, а немножечко прибрать и принизить значение, скажем так, бочки и малого. Потому что основная задача здесь, в оверхеде, стояла, чтобы добить и склеить между собой железо. Общее там и хед, и крэши, и все остальное там, рать, по-моему, не играть. Что, собственно, и было сделано. В результате до звучало так. Больше акцента на железо. То, что мне и хотелось. Отлично. Комната. В общем-то, здесь тоже я провел такую обработку, что я верхнюю серединку немного подрезал. Вот она мне показалась немного неудачной. Как у меня почему-то ассоциация с мукой. Мука, вот куда-то что-то с мукой происходит. Муку, в общем, я подрезал и немножечко дал верха от 18 кГц. То есть, это совсем такой. Верхний верх, который нам, собственно, необходим. Окей. В результате до было так. На мой взгляд, разница колоссальная, несмотря на то, что обработка, в общем-то, весьма такая фидящая. Дальше. Что произошло с басом? На басу, да. Здесь я отметил, прибавил ту область частоты, где в основном он... Вот и сосредотачивает. Для этого можно взять вот этот кусок, опять же. Наш любимый. Здесь, кстати, можно добротность-то сделать даже поширеннее. То есть, например, где-нибудь 0,8. Тогда с большей уверенностью мы захватим вот эти частоты. Дальше. Здесь я небольшую картоночку подрезал. Но здесь будет суть не только в картонке вот этой, а потом я объясню, в чем суть. И дал очень много, обратите внимание, 10,5 дБ практически, атаки вот этой вот. То есть, звук струны, бьющейся об лады. Мне показалось, что это очень важный здесь звук. То есть, он мне очень нравится, когда слышно вот такая акустичность, скажем так, бас-гитары. Я, конечно, его дал. В результате до звучал бас так. После. Так, кстати, немного не досмотрел я перегрузки. Это еще одна отличительная черта Fafilter Pro Q2. Он имеет, он показывает, насколько перегружен, например, выходной уровень. И позволяет подстроить его под, собственно, вот эту перегрузку, чтобы ее не допускать. Например, Fafilter Pro Q просто, в первой версии его, там этого не было. То есть, там была просто индикация перегрузки. А насколько перегрузилось? Ну, типа... Материться нельзя. Ну, типа, короче, страдаю, в общем, с этим самым. Вот. То есть, это, конечно, неудобно. Здесь удобнее гораздо. Значит, первая гитара. Здесь очень интересный момент. Она достаточно серьезно вот так вот извращена. И вот почему. Смотрите. Я выделил несколько основных, скажем так, частот у гитары. В моем понимании, вот вообще, у меня миксы всегда выглядят, ну, не всегда, конечно. В большинстве случаев так, что у меня вот отдельно барабанная установка. Это для меня вообще самый важный инструмент. Самый важный. И все остальное. Вот все остальное я между собой начинаю дружить. Давайте вот посмотрим на эквализацию баса и гитары. И обратим внимание вот на эту частоточку. Это 250 Гц. На гитаре, на ритм-гитаре, она поднята на 4 дБ. На басу примерно она же. Опущена на 5,5 дБ. Хотя с достаточно высокой добротностью, то есть достаточно узкой полоса. Почему? То есть, я на гитаре выпячиваю вот эту область. На басу я вырезаю эту область. Таким образом, они здесь не пересекаются. И у них взаимная читаемость гораздо больше. Понимаете, да? Здесь, значит, на гитаре я выделил верхние частоты, которые будут прорезать сквозь все остальные инструменты. То есть, я, грубо говоря, выделил некоторые характерные области звучания гитары. Это раз. Это, грубо говоря, основное мясо, где происходит. Здесь жужжики такие. Тоже какие-то. Не мука, не мука. Такая жжжж. Просто вот. Мне показалось, что это будет лишнее. Я немного подрезал. И я дал очень много вот этого. Почему я дал много этого? Потому что в оригинале мы слышим, что там гитара звучит очень бензопильно. Такое вот прям звучание. В итоге гитара была до вот такая. Причем субъективно как будто бы низ добавился. Это потому что мы провалили вот эту область. На второй гитаре сделано практически то же самое. То есть, вот оно. Немного другие области порезаны. Немного другие частоты добавлены. Все характеристики вы видите на экране. В результате вторая гитара звучала так. Звучало так. Скрипки. Вот здесь очень интересный момент. Почему скрипки выглядят вот так? У них полностью, ну достаточно, точнее сурово, на 6 дизобел, аж убран низ. Вот это не нужно, потому что здесь пересечение будет с гитарами и с басом. То есть, будет каша и полная какафония по нижней середине, по низам. Поэтому это все режется просто намертво. Можно было, конечно, вообще сурово просто лоукатом это все нахрен вырезать, но я не стал. Вроде и так как бы достигли мы достаточно неплохого результата. Дальше. Вот эту частоту я выпятил немножечко, потому что на гитарах эти частоты просажены. То есть, область вот эта, она ничем не занята. Поэтому я немного их вывел вперед, чтобы скрипки на этой области читались. Дальше просадил стандартные вот эти вот наши, не стандартные, точнее, примерно похожие области там, где гитара у нас находится. Пошире, кстати, делать. И поднял очень сурово для компенсации вот эту вот. Можно даже выше сделать. Вот этот дующий верх такой. В результате дуа. Вот так. Скрипки единственный инструмент, который претерпел такие очень суровые и такие в пользу меньшей естественности изменения по эквализации. Задача и была именно такая. То есть, скрипки здесь не являются основным инструментом. Они так сзади немножечко создают, как вот знаете, пэда вешают, такие картошки сзади, и они как бы создают определенное гармоническое ощущение такое. Задача скрипок здесь ровно в том же самом. Тут главные все-таки гитары. Главные. Ну, если мы не берем барабановое внимание. То есть, это раз, два и три. Вот три гитары. Самые основные. Поэтому скрипки, они для нас значение такого именно тембрального, что они должны звучать мега круто, мега аутентично. Это, конечно, задача такая не стоит. Поэтому здесь в угоду, скажем, большей считаемости микса я немного так сурово обошелся со скрипками. Я думаю, они не обидятся, они все равно цифровые, им насрать. Дальше. Соло. Здесь соло имеет серьезный срез в области нижней, середины и низа. Почему? Потому что там расположено в основном вот это вот. То есть, какой-то гейморрит и все вот это от медиатора, там, от всего остального. Чуть меньше срез здесь. Почему вот здесь мы даем звучать скрипкам и гитарам? И очень серьезно вывод вот здесь вот. Можно, кстати, немножко потихоньку сделать. Я сейчас на свежее ухо послушал. Мне кажется, 3 децибела хватит максимум. И все, собственно. То есть, было так. Все они стали более верхастыми. В результате получилось, что у нас достаточно неплохо читается микс. Может быть, небольшая нехватка в районе где-то 700 Гц. Это можно добавить, кстати говоря, попробовать. Получим такое более-менее равномерное распределение в плане частот. Где-то в районе 700 Гц. Небольшая нехватка звука. Можно, можно так сказать. Можно вот здесь вот приподъемчик вот такой вот сделал. Здесь гейморит начался, увы. Не надо вторую гитару прибавлять. Попробуем на скрипках это сделать. Сейчас грибок добавим в эту область. Ага, вот оно что. Сделаем вот так вот. Из широкой просто добротности. Все есть, провалов нет. Все звучит достаточно ровно и замечательно. Еще раз, без эквализации у нас это выглядело вот так вот. Обратите внимание на кашу в нижней середине. То есть гитары все там смешалось. Все смешалось в доме Аболонских. То есть все это звучит таким каким-то комом. А здесь это звучит открыто. Все звучит как, в общем-то, надо. Поэтому в следующей серии нашего великолепного сериала мы будем уже панорамировать инструменты. Самая некоторых беспокоящая часть. Поэтому всем удачи, занимайтесь музыкой. Субтитры сделал DimaTorzok